В Беляевском районе расследуют развращение шестилетней девочки. По ее словам, над ней надругались прямо в школе во время занятий. Такой случай в учебном заведении якобы не первый, однако администрация замалчивает сексуальное насилие, уверяют родители. Сегодня в знак протеста они блокировали вход в школу. Дети должны идти в школу подготовленными. К чему? К чему подготовленными? Изнасилование? 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 Каля, какие изнасилования? Что вы делите? Село Каменка. Вход в местную школу перекрыт. Родители не пускают внутрь директора. Люди возмущены, говорят, в школе скрывают сексуальные преступления против детей. Это все, это крик души, понимаете? Это мы плачем, вот просто плачем. Я боюсь ребенка отправлять. Я хочу ее отправить девочкой и забрать девочку. Она будущая мама. Я редко плачу, но я вот сейчас плачу, я плачу, понимаете? Просто помогите. В этом году дочь Анны пошла в первый класс. Ребенку в школе понравилось. Но через неделю девочка вернулась домой в окровавленном белье. Она как-то покушала, да, мы начали купаться с ней. Покупала я ее, снимаю с нее, значит, трусики. Смотрю, на трусиках кровь. Начала смотреть, у нее там разрывчик такой хороший был. О том, что произошло, первоклассница ничего не говорила. Но на осмотре у медсестры все же рассказала. На перемене она пошла в туалет. Там ее подкараулил старшеклассник. Прижался к ней очень близко, снял трусики и засунул ей что-то. Это сослово не говорила. Ребенок был замкнут, не хотел говорить. Очень тихо говорила, шепотом. Если девочка говорит правду, отвечать придется не только ее обидчику, но и администрации школы. Поэтому, несмотря на выводы медиков, директор утверждает, никакого изнасилования не было. Не издевайтесь, пожалуйста, потому что в школе ничего не произошло. А те родители, которые сегодня здесь, я не знаю, с какой целью, почему они решили вот это все сделать. Я не знаю, я просто не понимаю. Да ничего не творится в школе. Родители из Каменки рассказывают, такая реакция администрации – обычное дело. В прошлом году здесь якобы уже скрыли факт сексуального насилия. Один из детей, как бы это правильно сказать, засовывал, извините, палец в анус. Это все. Родители хотели написать заявление, но тоже все закрылось. И на этом все закончилось. А несколько лет назад дирекция замяла избиение и похищение школьника. Жалуются родители. Была драка между двумя детьми. На следующий день отец одного из детей просто приехал в школу. И во время учебного процесса просто взял ребенка, посадил его в машину и увез его в посадку. Наказать. Что было с тем ребенком, как он его привязывал к дереву, что там еще было, не знаю. Он его выкинул под стены школы и уехал. Развращение первоклассницы сейчас расследует полиция Беляевского района. Правоохранители рассказывают, если обидчику школьницы уже исполнилось 14, его ждет уголовная ответственность. Но опознать его девочка пока не может. Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал.